Welcome, 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 дорогие друзья, с вами Виви и у нас продолжение обзора сегодняшнего игрового дня MSI, первый игровой день, команда Order против команды G2 и команда G2 против команды Evil Genius, именно такие матчи сейчас мы с вами посмотрим, давайте закроем здесь уже японцев, потому что они свой матч отыграли. Команда Order это тот коллектив, который представляет регион Океанию, который одержал победу над командой Unicorns of Love, один раз, а потом второй раз, и более того, Океания, как вы знаете, на прошлом турнире MSI пробилась в следующий круг, правда там они отлетели 0-10? 1-9? Слушайте, я не помню, они последнее место точно заняли из шести команд, но вроде они 0-10 были, или они одну игру все же выигрывали у американцев, плохо это помню. Попали они в этот раз в группу с американцами и с европейцами, то есть команда G2 Esports, команда Evil Genius против них будут играть, ну и соответственно друг другу они тоже будут играть. Био Пантера, все тот же самый Био Пантер, теперь добавилось к ним Пума еще, Кеви, Кайсел и Корпорал. Нет ни одного легионера, все потому что денег в Океане нет, и кто вообще не в курсе, Океанический регион сейчас является придатком к американскому региону. Все абсолютные игроки, которые имеют право играть в Океане без легионерства, могут играть и в Америке, и соответственно все сильные игроки мгновенно уезжают сразу же в американский регион. В этой команде, кстати, нет ни одного океанического игрока. На прошлых чемпионатах, да и на чемпионате мира тоже были океанические игроки, которые приезжали от американского региона. Ну а регион все еще жив, ЛЦЛ должна была быть здесь, в пулле 3, кто не в курсе. Но ЛЦЛ не присутствует на этом чемпионате, из-за того, что турнир не завершили. И кто бы его выиграл, мы еще не знаем, ну это так, просто предположение если закидывать, да, кто бы мог сюда приехать, да, кто угодно. И ОБЖ, и те же самые Йолы с более старым составом могло это все здесь оказаться. Но этого всего нет, и поэтому в этой группе как раз таки только 3 команды, и соответственно у них будет по 4 игры друг с другом. 4 матча Европа-Америка, 4 матча Америка, 2 Америка, да, только океания. И Европа-Океания тоже 4 матча, да, их заставят снова играть по 4 игры. В прошлый раз, кстати говоря, океания тоже попала к 4 играм, и там-то они как раз и пробились, победив юникорнцев в общей конве со счетом 3-2. Кто не помнит, на тайбрейке они этот вопрос решили. А третья команда была Royal Never Give Up, которая сделала в группе 8-0. Это так просто экскурс в историю. Ну давайте смотреть, что же у нас получилось. Первая игра у нас Ордер против команды G2. Сегодня G2 оба матча провели. Для них это первая встреча на международной сцене за последние 2 года, потому что на чемпионат мира они пробиться в прошлом году не смогли. Конечно же, нужно им реабилитироваться в глазах своих зрителей. Казалось бы, что даже и в этом году они не пробьются, но все же в своем чемпионате последним словом было за ними. Потому что они 12-0 одержали победу в плей-оффе, 12 игр подряд выиграли и без поражения приехали сюда. До плей-оффа они заняли всего лишь 5-е место в региональном своем турнире, ну европейском. Могу по игрокам немножко вам рассказать. Ну, Broken Blade, Young's Cups, Flaket, Targamas, их я думаю вы чуть больше знаете, потому что европейский чемпионат знаете. Bio Panther это тот игрок, который играет в основном танков. Лесник оппонентов, он в основном специализируется на чемпионах обилити пауэрных. Кеви, у него там и Велинка, и Лиза, Диана, Нидель, это его основные костяки. Он, кстати, их сейчас переключал, но там уже Картос взят, я не знаю, он просто показывал ради прикола, что он их мог сыграть. А оппоненты, видите, забанили ему Диану и Грейс. Причем Диана в списке у него и есть, но не самый популярный. Забанили Ари, не совсем ясно, Кейси вообще и не играет. Что же касается команды Ордер, то они вырубили ЛБ, Twisted Fate и Люциана. Но если ЛБ и Twisted Fate, это понятно, это все по капсу. Капс этих чемпионов обожает и показывает постоянно. То Люциан, скорее всего, хотели разбить комбинацию Люциан-Нами, против которого у них нет идей. Ну, просто не придумали, как играть. Взяли Картоса, для чего? Для того, чтобы пауэрфармиться, следовательно, нужно отпушивающих чемпионов на мидлейне, на ботлейне и на топе выживальщика. Потому что Картос хочет, чтобы твои линии были, хоть и без приоритета, но с хорошим отпушиванием. И был неплохой тимфайт за счет Картоса ульты. Скорее всего, это будет First Strike Картос. Такой немножко соло-кушный вариант. Ну, а команда G2, понимая, что соперник не собирается их никак давить, решает взять фермера тоже, лесника, а именно Вьего. И чемпиона, который скеллится очень хорошо, Офелия. Показали Барда, шутки ради. Бард, кстати, хорошо против Картоса заходит. Он своей ультой может своих союзников защищать. Но, наверное, нужно взять кого-то с Локитом, чтобы можно было Картоса ульту как-то динаить. Либо с хорошим хилом-отхилом. Там Жанна какая-нибудь, Карма подойдут. Посмотрим, кого они выберут. Трэш с горем пополам зайдет. Все же, трэш Офелия есть. А, они уже Браума взяли против Леона, да? Арм, побоялись против Леона брать. Ну, ладно. Мне просто Браум не особо нравится. Он, ни черта, здесь не закрывает, кроме Мисс Фортунины ульты. Что есть, это Карту Смит? Вряд ли. Вторая стадия банов. Давайте перемотаем. Минус Зеда делает команда G2. Про это я не знал. Киси или Кейси, который у них на Медлане стоит, видимо, Зеда играет. Получили бан ГП. Но это потому, что Брокенблейд весь чемпионат играл тоже Ганг Планка. И сами хотят взять Орна. Логично. Нужно избавиться от ГП. Но, наверное, Орна сейчас уберет команда G2. Хотя у них есть Браум вроде против Орна уже заранее. И Ирели убирают они. Там, видимо, Медлайнер команды Ордер прям такой жесткий ассасин Медлайнерский через АД. Радуется там команда G2. Веселятся. Там Рамбла забанили. Они, видимо, потролливают сами. Потому что Брокенблейд не самый лучший Рамбл в мире. А против него его забанили. И Янг все это нравится. Зоя появляется. Кстати, первая Зоя, которая может сейчас попасть, конечно, под контрпик. Я про это уже говорил. Но здесь она, по крайней мере, первая появляется. После ее бафа в патче 12.8 ее забафали. И она получила себе повышение, понижение, прошу прощения, затрат маны на свою комбинацию, на ее ульту, на ее кушку. И за счет этого она может неплохое давление оказывать на линию. Зою надо контрпикать. Им нужен, я уже говорил, живучий контроль маг. Синдра открыта. Синдра с Картосом плохо сочетается. Хотелось бы, конечно, какого-то АД чемпиона на мид. Но это не означает, что нельзя брать Синдру, например, с танком. Либо просто АД чемпионом на топе. Вполне такой вариант тоже будет хороший. Посмотрим, что выберет команда Ордер. Йона? Это откуда они взяли? Йона же вообще разбрасывает всех игроков. С Мисс Фортуны он плохо сочетается. Мне это не нравится. Йона, что это такое? Ну, это что-то такое соло-кушное, ребят. Когда у тебя Йона-мейнер есть в команде, он говорит, мне плевать, я просто пикну Йона. Просто, насколько я помню, Йона не очень хорошо стоит против Зои. Ему тяжеловато ее там как-то доминировать. А гангов-то не будет. Понимаете, я почему так недоволен? Йона нужны ганги. А их не будет. У тебя Картос в лесу. И Атрокс на топе. Но Атрокс это типа сета только этого патча. Постоянно сустоян на линии. Стабильно стоит. Больших поражений он может, наверное, большие поражения может понести только от какого-нибудь Джакса Фиора. И то не в начале игры, чуть позже. Ну, такое. Йона собирает же всех. Он собирает, но люди-то разбегаются. Мы же не рассматриваем, ребята. Вот ты мыслишь однобоко. Там человек в чате написал, что Йона как раз всех собирает своей ультой. Да, да, да. Он летает и собирает всех своей ультой. Туда Мисс Фортунина ульта. Все, победа. Ну, давайте мыслить логически. Что будет происходить в темфайте? Йона дает ульту. И что будет? Все игроки отфлешатся и разбегутся. Вот что будет. Вам нужен чемпион, который будет индивидуально вылавливать игроков. Потому что у вас есть уже Леона. Все будут пытаться разбегаться от нее. Есть Мисс Фортуна. Все будут пытаться разбегаться. Есть Картуз. Все будут пытаться разбегаться. Надо вылавливать эти единички, которые кто-то куда-то убежит. Кто-то с Лоша, кто-то туда. Нельзя добирать чемпиона тогда, который будет. Вам нужно точечно их тогда уронщиков добирать. А Трокс подходит. Он как раз работает по одной цели. Он за нее цепляется вместе с Леоной. И они ее не отпускают. Если начинается тимфайт тимфайтовый, то тут Мисс Фортуна с Картузом подключается. А Трокс подходит. А вот Йона не подходит. Синдра подходила. Как вариант. Но там перекос, магический урон. Испугались этого. ЛБ подходит, да. Причем она против Зои тоже неплохо стоит. Ну, такое. Ну, просто... А что он-то будет делать в этом матче? Не говоря о том, что у нее нет хорошего матча. Давайте, как и в прошлый раз, возьмем Зои и посмотрим, с кем у нее тяжелые матчапы в начале игры. Ну, чисто просто повспоминать чемпионов. Я просто реально не могу так прям четко вспомнить. Акшана индивидуально вылавливай дальше людей. Нет, такая себе идея. Я свою вместе с Йона здесь есть. Зеда, они забанили. Физ. Они ведь... Ну, Синдра, да. Но про нее я уже тут много наговорил. Киана мне нравится, кстати, идея. Но она плохо стоит. Начал, хотя статистика говорит, что вроде стоит хорошо. Вот он, Йона тот самый. Физ от Фейт. Акшан. Картуз. Ну да, слушайте, а тут вариантов-то не так много у них осталось. То есть, если вы отказываетесь от варианта Синдры, отказываетесь, то у вас остается какая-то Киана с горем пополам ЛБ. Мальзахар. Кстати, Мальза, он бог против Зои. А мог ли Мальза здесь быть? Я понимаю, что они его не взяли бы никогда в жизни. Ну-ка. Слухайте. А Мальза-то тут вообще имба-имбовая. Тут тебе и Браум, который ничего не делает против этого чемпиона. Тут тебе и Виего, который будет пытаться, а ты его хоп, и все, и он больше не пытается. И мне чем, кроме как Зои, сбивать пассивку Мальза. Это слишком рискованно, потому что если ты прыгнешь до тимфайта адекватного, за Зои сбивать пассивку Мальза, ты там и останешься. Ну, Йона это мусор. Это сразу мусор пик. Он не выдерживает никакой критики, то есть, скажем так. Ну, и здесь... А, ой, еще и Ферру взяли. Тут передрафт в пользу команды G2. Если каким-то неведомым образом Ордеры первые 15 минут выживут, без Лесника, я напоминаю, что у них Лесника не будет сейчас. Лесник это Картус, он будет просто АФК фармиться. Его не будет. Если они как-то выдержат без него первые 15 минут, у них шансы появятся в команде Ордер. Во всех остальных случаях это конец игры. Но я думаю, там Зои... Вангую, ребят, Зои 2 килла с лейнинг фазы. Фиора 2 килла с лейнинг фазы тоже. Ну, там, может, Картус придет. Не, он не будет приходить. Да, 2 килла, короче, Фиора с лейнинг фазы, 2 килла Зои с лейнинг фазы. Ну, не соло, может, там с Лесником это все будет, но они точно будут пытаться убивать, и точно у них это получится. На Боте, скорее всего, никто никого не убьет, просто постоят и разбегаются. Начало слабое у Мальзы. Ну, начало, да, но не настолько, чтобы играть нельзя было. Так, что у нас здесь? Расстановка вардов. Никто ничего не заинвейдил, да, просто расставили варды. Ну, инвейды были с расстановкой вардов, больше ничего. Янка с глазики трет. Ой, у нас тут сразу, сразу олдин пошел. Флакет показал, я тебя вижу, типа. Корпорал тратит просветку, ну что, выбивай, кушка. Что? Что он делает? Вы что делаете? Тут надо, знаете, ставки делать, когда, когда Виви взорвется с игроков. Что это такое? Вы просто потеряли хп. За что? За что вы потеряли хп только что? Мать вашу, что они... Он просто подошел, типа, говорит, бей меня. Я вард выбивать даже не буду. Там обычно это делается за убийство варда, чтобы получить опыт дополнительный, дополнительный, чтобы быстрее взять второй уровень, нежели соперник возьмет. В этом идея. И у Леоны есть возможность выбить вард при помощи кушки. Даже если она взяла ешку, она автоатаку даже не дала. То есть даже если он ешку взял, ну, автоатаку-то дай. Как-то... Боже мой, какие бронзы. За идею, да. Просто у нас была идея дать просветку, и мы просто показали, что у нас есть просветка. Вы потратили вард, а мы потратили просветку. Никто выбивать вард не собирался. Бог ты мой. Вега пауэрфармится, Картус пауэрфармится. Фиора... А как это произошло? Мне идти... Вот жаль, нам показывали бот в этот момент, потому что мне интересно, как Био Пантера остался с нулем фарма с первого вейва. У него реально ноль фарма с первого вейва, у Фиоры 6 из 6. Вроде же там не настолько все плохо. Ну, часто уже понятно, сейчас у него второй уровень, сейчас опасно уже подходить. Там реально настолько все плохо у Атрокса в первом уровне? Я в этот матчап не играл, потому что за Фиору, когда я играю, это происходит раз в 5 лет, в пятилетку, один раз играю за Фиору. А за Атрокса вообще, по-моему, не играл за нового, кроме как на ПБЕ сервере. За старого играл, и в лесу играл, который со скоростью атаки был. Помните, этот... тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ от Рокса этот, с Нашуртусом. Этого я помню играл. Ну, Фиора контрпик, ну, вот то, что я говорил здесь. Фиора то, что контрпик, это да, но я не думал, что настолько жестко, что она не подпустит только к первым даже крипам. Ну, а Йоне, он тоже спрашивает, спрашивает у лесника, когда зайдешь? А лесник такой, ребят, как бы, как бы вам это сказать, когда я пикал Картуса, я не собирался к вам заходить, ну, примерно минут 15 от матча. Так что, не знаю о чем, Вейлан, давайте чуть-чуть вперед перемотаем, где-то у нас ФБ будет первое. Лесники обмениваются кемпами. Да, ну, сейчас у Картуса бы хотел украсть рапторов, но Янкос красиво все сделал, Янкос не стоит, а Картус выходит наверх. Био-Пантера начинает агрессивничать, и Брокенблэйда могут сейчас убить. Замедление идет по нему. W будет нажимать, ну, легкой. Легкой репейл, легко это останавливать. Да ладно, он сейчас еще Био-Пантеру убьет, там еще пассивка прокает два раза в правильные места, но Картус опять подходит, помогает, но вряд ли они его убьют, да, просто подпушат линию. А Биего уже появился, ну, не так страшно. На самом деле, я скажу честно, Картус сейчас время потратил, и я бы репорт кидал такому Атроксу. Картус потратил время ни на что, ему нужно было сейчас все это время фармиться, и у него кемпы два стоят, видите? Он должен сейчас быть уже у Рапторов своих, он не должен ни секунды тратить на своих союзников, но ему приходится это делать. У Киси здесь тоже, или этого местного Кейси, тут вообще все плохо. Даже восстановить здоровье не может, с Дораном играет. Сейчас Картус попадет в Ешку, он может его и убить. Не, Ешка в крипа залетела. Там Смайт выпал. Что за Смайт? Откуда вообще здесь Смайт взялся? Нет, маны у Капса, так бы он мог, наверное, убить. Хотя у него есть фляжки, подождите. Он сейчас реально может побычить. Тут еще Смайт есть, чтобы обворовать Таргамас. Ну да, видите, и Кеви не успевает, ну, Картус, не успевает прийти теперь себе. На этот лес здесь, правда, Таргамас пришел, но в любом случае, он не успевает прийти, потому что помогал Атроксу. А он не должен был помогать Атроксу. Он должен был сейчас уже находиться на своих големах. И никто бы его не останавливал. А так у него сейчас часть леса обворуют. И что делать теперь Картусу? Да ничего, просто стоять. Забавно там. Краб пошел на речение. Капсмана восстановил, немножко съел одну печеньку и нажимает Трикол. Здесь пытается выгнать Янкаса. Ну, это так просто. Пришли. Ой, погоди. Ну, у него есть прыжок, все нормально. Отойдет в сторону. Зафризил линию. Он кривовато немножко зафризил Янкаса. Придется ему агрессивно сейчас сыграть. А что он автоатаки не дал? Мог же немножко восстановить здоровье. Наверное, слишком боится, что там кто-то рядом окажется. Стоп, он слип. А, так это килл. А как? Что? Ладно. Ну, пока сбывается, мое предположение. Тут еще, конечно, скилл кап решает, что один игрок умеет играть, второй просто взял Янкаса. Но... Такое, конечно. Честно. Повтор покажут, да? Не погоди. Там Товардайв показывает. Шестой уровень у Брокенблейда, но он решил не рисковать на шестом уровне. Там пятый Биопантера. С одной стороны можно сделать ЛН, с другой слишком рискованно это все. Да, надо просто отступить. Подождать новый пак крипов. Может, там плюшки какие-то есть, что-нибудь такое. Здесь замедление прилетело. Это все неинтересно. Вот, давайте, что здесь произошло? А, он... Вау, некрасиво. Смотрите. Ты вроде прячешься за крипов, все хорошо, но Капс перепрыгивает их, попадает слипом в тебя, и после этого легчайше с флэша дает комбу, по тебе еще и смайтом тебя засмайтил, как крипа. Хе-хе-хе-хе. Ой, опять слив! Не-е-е, спасайтесь! Нет, это с прыжка было сделано. Уже так, что не успевал. Забрал дракона Янгс. Ему скучно, потому что нечем заняться, кроме как фарминга. То же самое у Картоса, только Картос, да. Как вылезти из голды Руссервера? Ну, переехать в другой регион, набраться скилла и все. Чувствую, сейчас Биопантера будет сражаться с Брокенблейдом, а у того маны нет, и это соло-килл. Ну-ка, рывочек, тратим имун, да, и все, и в тебя делают л-ин. Но флэш сразу надо было нажимать. Сразу флэш, вот смотрите, тратим имун, тебя подкинул. Инста флэш сейчас нажимает. Инста. А он попытался пассивку сбить, и не понял, что ему не хватит банально. Ничего, не сустейны, потому что у тебя грасп потрачен, W нет у тебя, а у Атрокса как раз все работает. Соло-килл! Здесь я не угадал, видите, но тут Брокенблейд пересидел, мне кажется, немножко на топе, надо было гораздо раньше уже свалиться от этой линии. Ладно, почему так? Заостряем внимание на эту игру, и чувствую, что эта игра будет не такая интересная, как следующая у команды G2 сегодня. Капс тут сейчас будет просто аннигилировать. Тут обворовались, и не баф, как бы вы тут не закончились после этого. Никого не было рядом, там на Милене, по-моему, Геральтку надо вызывать сейчас, учитывая, как позиция стоит, и не решает не трогать. Корпорала здесь ловит, расстреливает его флаки, тот в ответ ничего сделать не может, потому что Леона тратила только что свою W. Янкос гуляет, его пытаются сейчас поймать, и тем временем на Милене проводится та самая битва, про которую я уже говорил. Если бы там Геральтку сейчас вызвали, можно было поработать. Янкос зайдет, флеш-инициация, он пытается как-то покатить, перефлешивается, пошла ульта Картус, и Янкосу здесь не выжить. Он пытается хоть как-то дать all-in, ничего не дает. Янкос, но это от скуки. Скажу прямо, у меня, как у Лесника, тоже такие темы происходят, это называется скука, потому что ты видишь, что у тебя все линии доминируют, ну, Фьора умерла, но она там чуть-чуть ошиблась, на самом деле, она по фарму плюс 20 идет, какая разница. На Медлайне адовая доминация, на Боте тоже доминация. Надо что-то делать, а Картусу в лес так особо не зайдешь. Да еще и драфт у оппонентов, я уже говорил. Он такой отпушивающий, неплохо, соответственно, они всегда смогут подойти. Попытка all-in, Капса ловит, соло килл, хорош. Игнает Капса не сработал. У него не было ничего, да, сейчас посмотрим. Капса, да, вообще ничего не было в руках. И с флеша Кисси его убивает, Игнает не помогает. Камбэк! 2-1, все, камбэк. А вот и отпушивающие линии, про то, что я говорил. Спокойненько Пума просто дает ульту, все зачистил. И что делать? Ждать, ждать, ноу-вейв. Он через 30 секунд подойдет. Потом надо будет фармиться и так далее. Трагомас пытается зафризить линию, забрать на себя часть крипов, а тем временем Янкос понял, что больше не надо отдаваться, потому что еще и Капса умудрился отдаться на мидлайне, будучись аккуратничать. Так, это смерть Янкоса нам показывает повтор, нас не интересует, только что видели. Эверфрост у нас у Капса. Я, честно, не знаю, что сейчас лучше собирать. Зою я поиграл, когда она вышла довольно много. В данный момент по Зою я не эксперт. Ну, понятное дело, мы знаем все заклинания ее, но может и Луденс Темпест был бы лучше. Хотя в этой игре наверное всякие замедляшки тоже прокатят. Ну, слишком на боте и наконец-то Янкос нашел себя, нашел чем заняться. Вторую еще хотят вышку чуть-чуть ударить. Да, Мисс Фортуна ультой сейчас все зачистит. Да, так оно и есть. Легкая зачистка ультой. Браум второй раз не успевает щит поставить, второй раз просто так выскакивает и ничего не защищает. Капс тем временем. О, погодите. Капс здесь кинул. Заглянули, а здесь у нас пошел лолин, да? От Биа Пантеры просто так. это не просто так, там Картос наверху. Ля Картоси! Роккенблейд катит и просто выфлешивается. Подошел именно к той точке стены, через которую прыгать проще простого и перепрыгнул. Там просто есть точка, с которой легко перепрыгнуть. Есть точки, с которых очень тяжело перепрыгивать стену. Без флэша остался, но на самом деле вряд ли чем-то ему здесь будет угрожать. хотя команда говорит ему сваливай. Там Слип идет по Йона, Йона отпрыгивает в сторону, но ульту потратил. Все, Флакет подходит спасать Брокенблейда. А то они своего туплейнера 0.1 уже сделали. Пиу-пиу! Что у нас по драконам? Получается, два Дрейка у команды G2 заодно и заодно еще Геральтка была. А по золоту нет такого прям большого перевеса. Все же не так хорошо отыграли. Ой, Янка здесь поймали. Он, правда, на ульте своей отпрыгивает назад. Кабс дает проказ минус Корпорала. Еще в Слип попадает. Ой, а нечем доцепить. Кабс прыгает, Мисс Фортуна делает Ди Сен Киш, но Кабс, скорее всего, сейчас добьет. Еще и поднимет самые Нишспелы, но там неудачные выпали. Там всякая хрень повыпадала, типа Смайта. Не, ну, слишком зажатый, слишком зажатый. Я про это говорил, все первые 15 минут смогут отстоять, но... Но это считается отстояли или нет, как думаете, да? Минус 2,5 тысячи минус 2 объекта. Ну, 3 объекта, если еще Геральтку считать. Даже 4, потому что еще одна Геральтка достается. Минус 2,5 тысячи минус 4 объекта. Это считается, что отстояли хорошо 15 минут или нет? Ну, мне кажется, нет. Если бы разменялись по объектам, типа мы забрали 2 Геральтки, вы забрали 2 Дракона, тогда ладно. Ну, Брокон Блэйда можно здесь поубивать, у него нет флэша. Брокон Блэйд пока еще не готов сражаться с Атроксом, у Атрокса очень хороший отхил, ниджи тапки. А здесь такой диван есть, когда там третий предмет появится у Фьора, она, конечно, не будет бояться таких картосов уже никогда. Погодите, там картос с Луден с Темпестом. Что это такое? Guys! Почему картос с Луден с Темпестом? Сейчас, сейчас, стоп, стоп. Мне просто стало любопытно. Любопытство ради. Любопытство ради. Может быть, на высоком элла? Нет, слушайте, ничего не меняется даже на высоком элла. 4% винрейта теряется и там. А можно репорт этому карту судать? Мало того, что он играет с рунами, которые, ну, чисто соло-кушные руны, фирстрайк, куча денег зарабатывания, так он еще их и неправильно использует. Ведь в этом же и суть. Деньги зарабатывания увеличиваются за счет Леандри, потому что ты даешь каст и потом еще дополнительный дэмэдж натиковает. Чекни Сильвер отдельно. Да, ради фана чекнем Сильвер отдельно еще, да. Отдельно Сильвер, может там это работает. Да не все, даже в Сильвере это не работает. ребят, в Айроне есть талантливые люди? Нет, талантливых людей в Айроне. Да и это просто, ну, математически неверно, понимаете, это математически неверно. Это ни на одном элла не будет работать, потому что вот, вот мы нашли в Мастер Элла чуть-чуть выравнивается, но это выборка Мастер Элла, да. В Грандмастере уже опять хуже, то есть. И в Чалике, в Чалике это хорошо! Вот оно. Решено. Все в Челленджер отправляемся, ребят. Но правда здесь я использую Дарк Харвест. Опаньки, а это залет называется. Потому что Дарк Харвест я тогда соглашусь на Луден Стэмпест. Ну, то есть, это логично. Здесь наибольшее количество урона вы получаете разового. Дарк Харвест является разовым тоже уроном. Это логично тогда использовать его. Но если ты играешь с Феррстрайком, нахрена тебе нужен Луден Стэмпест? Тебе нужно тики набрать. Ты нужен тиками. Тик-тик-тик. Да. Ну ладно. Просто теперь карту с своей ультой вообще урон наносить не будет и денег зарабатывать не будет. Что самое смешное. Градка была вызвана и сломана вышка на топе под Тир-3. Нет смысла ее даже тащить там дополнительного золота за это не будет. А за это Фиора погибла. Да, это последнее, что мы с вами видели. что тут происходит? Тут соло-кил от Кейси. Подкидывание. Ульта. Цепляется. Флакет отфлэшит. Отфлэшится за ним. Ну, вроде логично, что перефлэшился через стенку. Корпорала здесь еще поймал Янкос. Но это так. Янкос будет отходить, потому что рядом еще этот Кейси ходит местный. А с короной Картуз не играется вообще получается? На медлайне только если. Тогда они играются. В лесу нет. Капса. Ловят. Картуз дает за медление. А где кушки-то? Вот эту кушку за это время дал. Повтор этого убийства показывает. Ну, не так идеально играет команда G2, если честно. Какая-то слабое использование макро-плейсов. Надежда на индивидуальное исполнение. У Капса получается. У Янкоза нет. У Брокенблейда нет. Флакет с Таргамасом тоже вроде получается. То есть, какая-то такая вот игра получается, что нужно керить два бревна. Ну, вот одно бревно сейчас опять умерло. О, Картуз ульта сейчас по-своему сколько урона нанесет. Она даже щит Таргамасу не сбила. Он Локет нажал и она даже щит сбить не смогла бы. Ух ты мой. Но Капс там в попу дал вместе с Брокенблейдом на бутлейне. Как раз, кстати, та самая комбинация, про которую вы говорили, сработала. Это Йона ульта в ульту Мисс Фортуна и разбежаться не получилось. А не получилось почему-то, потому что оба флэша были потрачены. То есть нельзя убежать, если нет флэшей. Ну, с таким успехом тогда можно было и Омуму брать на мидлейне. Это тоже была бы та же самая история. Нет флэшей, тебя поймают. Так, это что такое? Ты они вчетвером. Таргамас байтит на себя. Он просто хотел сымитировать, что якобы нас здесь много, но поверить в это ордер не могли, потому что два игрока мертвые на базе лежат. А нам, погодите, я этого момента не видел. Замедление по кеве попали, кап спрыгнул. Да, этого момента я не видел. Перемотал случайно. Он еще и щит после ульты нажал. Ну да. Ну вот она, ульта, смотрите, он локет. А, погодите, так он локет вообще нажал поздно. Сейчас сначала ульта сработает, да? Да, сначала ульта, а потом локет. То есть он локетом не заблокировал. Но он бы ее заблокировал. Видите, серая, это сколько локет блокирует и черненькое, это сколько бы передамажило бы карту со ульта. Да, 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 он не вовремя нажал. Право, право. Так что все же больше урона он нанесло. Мне показалось, что он вообще сбить не смог. Мне показалось, что вот этого черненькое, то что сбито, это вот то, что она смогла сбить со счета, оказывается, наоборот. Че? Мне кажется, Брокенблэйд тоже не особо понял, что произошло. Погодите. А что было здесь? Почему он в стан попал? А-а-а! Какой бред. Он дал далекую кушку свою, смотрите. Брокенблэйд нажал стан, но он сработал неделю спустя этот стан. И Брокенблэйд, как и я, не понял, что произошло, иначе бы он сейчас убил просто Кейси. Ну, либо Брокенблэйд плохая Фиора просто. Кстати, он уже 0-3. Так что заявление о том, что плохая Фиора вполне логичная. Че я с воздухом деряться-то? Я не знаю. Ну, он победил же. Три дракона есть у команды G2. Вроде все хорошо, а вроде и бред какой-то. Вы должны, ну, гораздо жестче к этой минуте лидировать. Надо будет на Шора может быть делать. Афелий быстро делает на Шора. Зоя со вторым смайтом может как-то там покрутиться. Ну, там и ордеры могут быстро на Шора делать. У них Картус, у них Йона. На Шоре эти чемпионы тоже хороши. Ой, опять я только перематываю, думаю, что ничего не будет. А здесь ловля. Пошла ульта. Браум ставит щит. Щит его почти спас, кстати. Там слишком много всего в него залетело, в том числе Игнайт. И Леона как раз этот килл себе и забрала. И они стартуют на Шор. Что? Нет. Когда я сказал, что вам нужен на Шора, это не значит, что вы его должны здесь сейчас сделать на 20-й минуте. Ребят, вангую их сейчас просто всех убьют, если они не отойдут. Все игроки команды G2 готовы воевать. Никто ничего не потратил. Вот им убили Браума и все. Вы потратили на эту ульту Мисс Фортуна, ульту Леона, Игнайт. И при этом вы стартуете на Шора с позиции не силы. Ну, с позиции силы стартуют, но на самом деле они слабые. Им нечем танковать на Шора. Их просто сейчас все здесь убьют. Зоя там прыгает, паукает, потому что Зоя идеально... А ты там в слип залез еще. Боже мой, что происходит? Зоя прыгает еще раз. Уже нет ни у кого лица. Уже не уйти отсюда. Просто надо до конца уже делать. Хоть кто-то давает. А, некому больше смайт нажимать. Смайтера нет. Понятно. В общем, все с этой командой. Мы убили Браума. Давай стартуем на Шора. Если бы они убили Виего, если бы они убили Виего, вот в такой же ситуации Браум бы остался в живых. Ну, представим, Браум остался в живых с ультой, да, и с фулл-хп. Можно было бы задуматься все же на Шоре из-за того, что нет Виего. Но вы убили Браума, ну и радуетесь. Давайте посмотрим, что они могли сделать после убийства Браума. Вот вы убили Браума. Сейчас мини-карта появится, чтобы ориентироваться. Что вы можете делать? Зайти в чужой лес, расставить ворды, пройти на топ. Вряд ли получится, Зоя уже отпушит крипов. Синий баф появляется. Ну да, скорее всего, просто выбить ворды в Красном лесу, подпушить чуть-чуть мидлейн, забрать синий баф у оппонентов краба на реке рекол. Ну нет здесь на Шора. Нет на Шора мува никакого. Ну, вы не можете идти сюда. Если бы была 25-ая минута, и у вас у всех было бы на один предмет больше, да. Это хороший кол. Но сейчас как будто да, мораль плюс у них появилась за то, что Браума убили. Ну не Браума проблема, Зоя проблема на на Шоре, Виего проблема на на Шоре за то, что может пересмайтить. Офелий проблема на на Шоре, потому что у него tons of damage. Конечно, бредово. О, ну и посмотрите. Зоя и Офелий что сделали с командой, да? Вот кого-то из этих трех убил, тогда да. Тогда можно думать о на Шоре после убийства одного из этих трех игроков. Во всех остальных случаях вы просто выкидываете игру. Song Conquest уже стримят. Да, я понял. Ну, мы сейчас видео записываем, потом пойдем ее поиграем. Раз ты так хочешь. Ну, или там поспрашиваем у людей, кто что хочет. Ой, восемь, девять. Ну, тут все, тут заход наверх. Битвы, наверное, даже не будет. Просто Зоя запукает всех до смерти. На битве не было. Забирание объектов. Минус ингибитор снизу на Шорт только так реализован был. Ну, душа появилась. Правда, с душой команде G2 не повезло. Это бесполезная душа на скорость передвижения. Клаудовская. Зоя, правда, с этого имеет неплохой баф, если честно. Ой, а это что такое? Это Йона гейминг, я понял. Он выжил, кстати. За счет ульты убежал. Молодец. Правда, теперь у него нет ульты, можно заходить на хайграунд. Мисс Фортуна ульта нужно срочно. Ну, здесь можно положить немножко команду G2. А, у них есть Жоня. Потом они отойдут и начнут убивать тех, кого видят. Да-да. Все как-то бито. Пошла ульта Картуса. Не дошла ульта Картуса. Она куда-то пошла, но не дошла. Слушайте, они их убили, никого не потеряв. Лол. Команда G2 убила, никого не потеряв. Это что еще за бред? А, кстати, вот ульта Картуса, а? А, ульта Картуса? И все? И сейчас бы минус 5? Так, вот, Ладно, забейте матч уже. Game Set and Match. G2 поймали на нашу рекоманду Order, подставили Брауму, поймали на нашу рекоманду Order и выиграли эту партию. Мы переходим к следующей их игре, которая тоже сегодня проходила. Напоминаем, что мы в записи все смотрим, уже 1-0 висит у команды G2 и посмотрим, как они будут играть под командой Will Genius. Will Genius это представитель Америки, американский коллектив, не является, наверное, лучшим, лучшим по плей-оффу, но и команда G2 не является лучшей, лучшей по плей-оффу. То есть, результат он такой. В самой регулярке они показывали не лучший результат, как и команда G2. В регулярке лучший результат показала команда Team Liquid, вторая была команда Cloud9, а Will Genius по-моему на четвертом месте занят. То есть, по сути, у нас по регулярке если сравнивать четвертая команда чемпионата играет против пятой команды чемпионата. Это не лучшие свои ребята приехали. Will Genius забирают Райза! Плакать хочется. Ну, это Ютапон. Ой, Ютапон. Не Ютапон, Джорджопин. Джорджопин, да. Перепутал. Ютапон это в Японии. Ладно, Twisted Fate убрали от Капса, да? Ари убрали от Капса. Ладно. Заю убрали. Занерфленную в Халамину в патче 12.8. Они точно в патче 12 читали? Вот Заю никто не банил до этого, обратите внимание. Ни одна команда здравомыслящая не забанила Заю. Как и Зери, потому что нет никакого смысла банить. Этот мусор никто пикать не будет. Два этих чемпиона просто мертвы сейчас на простене. Команда, которая возьмет, скорее всего, проиграет игру. И G2 у нас убирают ЛБ от Джорджопина, Джорджопюна. Вуконга убирают от Импакта либо Лесника, да? Спайерда. И убирает Люциан от Дани. Ну, Дани известный Люциан, Тристана Самира вроде бы как-то так. Но забирает себе Райза, потому что Джорджопин играет только Райзом. И когда он играл, Райз был еще... Он был плохо, но был еще не так плохо, как в патче 12.8. Я, честно, не совсем понимаю, зачем он пикает Райза. В Корее все, кто пикали Райза, проигрывают игру. Да. Так что... Пайк. А зачем вам Пайк? Это какие-то флешбеки команды G2 там с чемпионатов других. Когда они Пайком побеждали команду СКТ, играя Пайком на топе и Пайком на мидлейне. Ну, ладно, Пайка взяли. Янкос взял себе Грейвса, не в виде лесника оппонентов. Это опасно, на самом деле, так брать. Хотя он увидел Райза, наверное, и понял, что не будет агрессивного геймплея в комбинации мидлейн плюс лесник у оппонентов, потому что все. Райз хочет фермера, и фермер будет тоже в лесу, и значит ферм на ферм получаем Грейвса, посчитал Янкос, наверное, тоже правильно. Самира, вот и Самира, кстати, синаутилась, но он тоже вслепую. На что они рассчитывают, что оппоненты сейчас пойдут, о чем они должны пойти, учитывая, что лица она даже забанили. Просто Самира не так много чемпионов побеждает на лейнинг-фазе, прям так в открытую. Сейчас возьмут какого-нибудь дальнобойного чемпиона с неплохим дисенгейджем, саппортом, и все. И ваша Самира выключит себя из игры до конца матча, скажем прямо. Райза у вас нет, он не сможет подключаться. То есть вам придется играть через топера, но при этом у вас нет контрпика на топ, потому что вы играете в синюю сторону. Очень плохой драфт пока от команды Evil Genius. Чем у нас ответит команда G2? Должны сейчас Адашника брать. Что? А, ну может быть, кстати, Зерри сейчас против... Ну, Зерри отвратительный чемпион на данный момент, я про это говорил. Но, возможно, Зерри против Самиры неплоха. Потому что у нее сейчас новый билд на Сустейн, такой брузерский. Только новый билд, да, вот с Immortal Shield Bow'em, видите, и дальше там с Вецентом. И здесь у нее в списке нет, как видите, Самиры. При этом, если мы зайдем в чемпионов Лиги Легенд, то мы увидим почти у каждого, вот, вплоть, наверное, начнем с Тристана, и тут где-то Самира будет всегда проявляться. Вот Самира появилась, да? Там зайдем в Люциану, увидим Самиру тоже где-то здесь. Ну, должны, по крайней мере, увидеть. Блин, Самира не увидели. Unlucky. Странно, должна быть Самира, кстати, против Люциана. Почему-то не видим. Против Джина не будет Самиры, потому что Джин спокойно с ней стоит, а я на здесь. Я думаю, это проблема винрейтов, ребята, это проблема винрейтов здесь. Статистика, потому что у нее средний винрейт, а у Люциана просто завышенный сейчас винрейт, Да, у него 52 почти процента, поэтому так получается. Ну, статистика, типа, неверная показывается. Ну, она верная, но неверная, но вы поняли. Там, надо в матчапы идти. Ну, не знаю, Самира Зери. Я его не брал, Зери. Вы уже Пайка взяли, Дисенгейдж саппорта не взяли себе. Ну, возьмите дальнобойник. Кейтлин, у вас же есть, есть возможность играть Кейтлин, почему нет? Боитесь товар дайвов каких-то? Спокойно, можно было Кейтлин Пайк сыграть, да, это не самый удачный драфт, но это явно неплохо. Они не могли Лулу, Люксу, Карму брать у них, потому что этот Пайк уже взят. Минусу Орна делают, чтобы не было инициации по Зери, она могла немножко прыгать. Вполне логично, здесь ГП убирается. А вот это нелогично. Они убрали Орна, потому что не хотят, чтобы у вас была сильная комбинация с инициацией, а вы убираете ГП, который хорош против Орна. Зачем? Ну, то есть, где логика? Оппоненты, можно сказать, только что вам сказали, мы не собираемся пикать ГП, потому что мы баним Орна, мы не будем пикать ГП. Зачем вы баните ГП? Ну, они только что вам это сказали в открытую. Вы могли вытащить, ну, хорошо, боитесь ГП, просто боитесь ГП. Вы могли вытащить этот бан, попытаться с оппонентов, но не банить сейчас. Потерпите один ход. Возможно, они сами сейчас потратят бан на ГП, потому что подумают, блин, ГП против Зери тоже хорош. Давай-ка уберем это говно из игры. А они берут это банят. Ну, зачем? Минус Ноктюр. Что? Откуда они это берут? Я про G2 вообще ничего не понимаю. Но какие-то тайные драфты. Тайные драфты команды Эвилджиниус они раскрыли и выключают еще и Ноктюрно. Зери берут Самиру. Эти Синдру убирают. Хотите Зои играть, видимо. И тут появляется... А, какой Зои? У нас Райс уже есть. Погоди, а зачем они забанили Синдру против Райза? По-моему, из наиболее... Там, Анивеа, видимо, будет пикнута. Из наиболее адекватных банов здесь был бы сейчас бан топ-лейнера. Дальше. Дальше топ-лейнера банить. Но они забанили Синдру, которая, да, имеет небольшой приоритет над Райзом, но я вам расскажу секрет. Все сейчас чемпионы имеют приоритет над Райзом в Лиге Легенд. То есть Райз ни одну линию не доминирует. И там появляется Аниве, один из старых контр-пиков к Райзу. Кстати, интересная статистика была у команды не Т1, это было во время чемпионата ЛЦК. Это было не к команде связано, это было связано со статистикой этого сезона. И там появилась резко табличка, где было написано Райз против каких матчапов играл на этом чемпионате. И там был список из 14 чемпионов, и он не выиграл, ну, у него не было винрейта положительного ни с одним из этих чемпионов. Аниве там не было в списке, кстати. Но это просто вот как раз в вопросе того, стоит ли вообще Райза брать. Райзу пытаться выбить хороший матчап это потеря банов. То есть вы потеряли по сути бан Арии и потеряли бан Синдры. Зачем вам это нужно было непонятно. Если вы хотите пикать Райза, не тратьте баны просто на контрпики. Они все контрпики. Вы никогда не угадаете, что соперник собирается взять. Надо банить то, что вам неприятно играть. Если вам неприятно играть против капса Синдры, только если так, ну ладно. Атрокса снова берут. Атроксом намазано как будто и карст. А как вы выиграть собрались? Погодите. Я не могу этого. Мне не смешно, ребят. Как они выиграть собрались этот матч? Вот по лицу вулкана понятно, что ебать мы пикаем. Домой, домой. Хочу в Лос-Анджелес. Там тепло и уютно. Ой, как они собрались это выиграть? Вот, я даже не вижу, что там. Там не имеет значения что появится. Сейчас опять просто контрпик Катроксу поедет, какая-нибудь Фиора, Джакс, ну и список продолжайте, да? Как они, у них опять лесник, как и у предыдущей команды, причем предыдущая команда это как показательное выступление было, будет просто фармить лес. Следовательно, он не придет никуда, он вообще не сдвинется с места. Что вы собираетесь вообще здесь делать? У вас Самира с Наутилусом, которые хотят разогнаться, а в конце игры, мол, победит Райз. Так вас задуман драфт. Так разгоняйте и какую хера вы карту сапикаете? Причем Райзу быстрее было бы разогнаться, самому выйти в лучшие предметы, если бы не было магического урона у команды вообще, чтобы оппоненты не тратили деньги на магическую защиту. Ну, тогда будет Райзу чуть-чуть попроще. А так они еще из Акартуса что-то будут собирать, и Райз такой, блин, и так сидеть ждать. Ой, ну чем там наш G2 будет удивлять на топе? Ну, Фиору, да? Снова Фиору возьмет. Брокенблейд? Не, ему не дали в Брокенблейду снова поиграть Фиору, потому что перед этим сыграл 0-3. Ну, тоже логично, наверное, на месте тренера поступить. Слушай, чувак, ты уже сыграл 0-3? Давай без Фиору в этот раз. И взяли Гвен. Ну, она тоже точно такую же историю имеет. То есть, лейнинг-фаза равная, после этого начинает доминировать от Рокса. Надо эту фотографию Вулкана на случай важных переговоров забрать. Да-да-да. Но, честно, по драфту они уже проиграли и Вулджинис. И там те же самые руны у Инспайрда, то есть, он даже это не будет менять. Я не верю здесь в победу. То есть, у них есть неплохой матчап на боте. Пайк против Наутилуса имеет преимущество, это факт. То есть, Пайк хороший чемпион против Наутилуса, он может прыжками там доминировать. Зерий ослаблена сейчас, Самире будет тяжело здесь как-то найти все равно игру, из-за того, что саппорт диф. Но, смотря на все остальные линии, там просто адовая доминация. Здесь вместо Виего Грейвса то же самое, ничем не поменялось. Анивиа доминирует Райза, Гвен доминирует от Рокса, и Самира такая, я что здесь одна? Опять ожидаю первые киллы на мидлейне, парочку киллов на топе. В предыдущей игре не сработали парочку киллов, но там Брокенблейд где-то ошибся, где-то Картусу позволил себя загангать, но результат все равно был хороший для его команды. Так, что у нас здесь? Инвейд, и Дани взял W на первом уровне. Ой, насколько все плохо. Перенервничал, наверное, мог просто отступить. Он правильно побежал, что наверх? Ну ладно, его зацепляли. Он чуть позже увидел оппонентов, насколько я понял, ребят, поэтому вынужден был W взять на Самири. А здесь проверяют, нет ли где-то Картуса в кустах сидящего. Не знаю, что они там так четко проверяли, но очевидно, что Картус будет начинать с синего леса. Ну и Анивиа просто сейчас будет кушками закидывать Джуджо Пина. Она уже первую дала, а сейчас вторую дает, да. Да, лайк ставит ей. А он будет его так дальше закидывать, пока он не уйдет под вышку, и тогда под вышкой она уже не сможет его так сильно доминировать. Ну а Брокенблейд первые размены свои проиграет, ну как и должен был в предыдущем на Фиоре проигрывать. Но почему-то на Фиоре он вообще выиграл. Ну и импакт посильнее, видимо, от Рокс, нежели от Рокс был от того паренька из команды Ордер. Будь здоров. Спасибо, спасибо. Когда-то науты всегда брали в Пайка как контр... Когда-то да, когда-то было. Но обрати внимание, что сейчас Наутилус играет не с Афтершоком, а играет с замедлением, которое на Пайка не работает. И Пайк в этой игре конкретно пошел именно в танка. Без этого. А так было-было. Пайк вообще не так плохо среди хукеров против других хукеров. Он себя чувствует прекрасно, потому что может отпрыгивать. Йо-Йо Пин тут запушил. А его сейчас загангают за то, что он запушил. Он сейчас умрет. А нахрену ты пушил? Ну, пацанские яйца хотел себе показать. Ну, все, сейчас тебе их оторвут. Да. С флэш? Ну, хотя бы так. Ну, теперь он фри-фраг. Ближайшие 5 минут любой его может убить. И себя еще раз попытается запушить. У Анили есть проблема с отпушиванием. Да, если она тратит кушки в тебя, то ей тяжело. Но Райс это такой чемпион, который просто убежать с линии не может. У него нет эскейпа. Особенно, если он с книжкой играет. Так-то еще с фейзрашем гипотетически можно дать каст по оппоненту, ускориться и побежал. Да. Здесь же все плохо. Нам так показывают эту линию, как будто кто-то кого-то убьет. Нет. Инспайр тот же самый маршрут делает, что и в предыдущей игре делал Кеви, да, из команды Ордер. Посмотрим, как он дальше поступит. Тот начал тупить вот с этого момента, потому что помогал Атроксу. И инспайрт. У него есть сейчас время поставить вард. он это делает. И на один ганг можно организовать, наверное. И потом сразу на рекол идти. Чтобы... Нет, даже не на рекол, но ему же все нелестно надо будет идти. Ганг. У Брокенблейда нет флэша. Замедление. Флэш-то? Ох ты мой. Ох ты мой. А зачем он флэшился? Ты выходишь, даешь замедление. Импакт потратил свой ццэффект. Не, он не потратил, он сейчас потратил. Подождите, так это импакт виноват, получается. Да, это импакт виноват, а не инспайрт. Ну, инспайрт тоже виноват, что его флэш не имеет никакого значения, так как ты гребаный картус. Ты как бы уже замедление все равно попал. Какая разница? Ты будешь давать сейчас кушки или нет? Ты замедление уже выдал. Это импакт виноват. Я подумал, что импакт потратил в поле Гвен свою притяжку. И поэтому не было вообще никакого смысла флэшиться. А здесь, видите, оказывается, импакт пожадничал с флэшом и получил, что ну, просто минус карту с флэш. Тут уже на мид подумывает торгомасовый, но там пропинговали инфу Райза, чтобы он побоялся. Да, он поверил в Атрокс, но Атрокс не попал с заглинанием. Это плохо. Оргомас здесь бегает, Зерри спокойно подружка будет фармиться, Броконблейда никто не затовардает, за него можете не беспокоиться, а Райз все думает реколится ему или не реколится. Он все не может найти это. Ну там, потому что Пайк постоянно выходит на мид, Пайк ищет все этот момент с флэшом, ну то, что у Райза нет флэша, свой флэш использовать, чтобы ее убить. Ее, его, конечно же. А, ну и в итоге, в итоге сработал. Погоди, он так и не среколился, что ли? Не, он среколился, нажал ТП. Погоди, ты среколился, нажал ТП на линию, чтобы умереть. А смысл? Лучше бы просто пешком возвращался на линию. Ну, яс. Ну, короче, забейте тут. Меда дифадовый просто. Флэш сначала снимает, потом это. Ну, я надеюсь, больше Райза они пикать не будут. Как говорится, наказали один раз, и все, и мы поняли. Мы поняли, как говорится, осуждаем себя. Осуждаем. Ну, и все, и Аниви продолжает дальше фрезить линию. Хоть она и ласхитит хреново, но, откровенно говоря, плоховато. Капс нафармился. Там 37 фарм из 48 там возможных. Посмотрите, сколько зафармили. Повтор показывает. Там Дрейка забрала команду Evil Genius. Broken Blade делает All In на шестом, и Impact уже думает, что игра это не такая интересная, как было у него в голове пикнуть от Рокса вслепую. Уже не так интересно. Флэш откатился уже почти у Райза, так что больше его не буду так задавливать. Но здесь уже капс получил шестой уровень, и он будет сейчас веселиться сам. Будет подпушивать линию постоянно с зони за счет ульты соперника. Капля уже есть, плюс есть эта штука, которая за левел дает тебе ману, да. Выглядит как легчайше, но чисто на драфте. О, еще Impact, он не знает, что уже здесь Янкос, да. Но вроде минус флэш просто должен быть. Нечем тут убивать. Хотя, если Broken Blade как-то тут зацепил одной ультой, а ему надо было две ульты попасть, видите. Одной ультой, если бы он зацепил, все равно бы не хватило, там 200 хп еще осталось. Но две ульты попади, можно было сделать скилл. Ой, здесь мы пропустили, как Rise без хп остался, вынужден был уйти из подвышки. Понятно, в общем, все. Наверху Impact все еще остался. Ничего себе, как он переигрывает. Красиво, красиво. Impact молодец. Мне Impact вообще в чемпионате Америки всегда нравилось, как играл. Может быть, в Cloud9 у него там был один период не очень удачных его игр, но он потом исправился и начал играть хорошо. А как перешел в Evil Genius, так вообще, по-моему, не было у него слабых сезонов. То есть он всегда был стабильно один из лучших топ-лейнеров американского чемпионата. Здесь попросил Rise уже о помощи пять человек, они пришли ему помочь и одновременно с этим пошли на Геральтку. Ну, интересно. Янкос выбивает вард одной автоатакой, а это значит, что, ребят, да, у нас есть предмет за 2600. Или 2400 он сейчас стоит. Интересно тоже, потому что Янкос сейчас будет создавать просто адовый обзор вместе с Пайком и просто команда Evil Genius окажется без вардов. Ульта Картуса. Что? Ну, это типа First Strike прокнуть, но... Смассел от нее сейчас. Тебе нужно выиграть эту смайт войну, а в итоге вы это проиграли. Здесь Наутилус принял на себя внимание, а Broken Blade принял на себя внимание. В общем, да. Разменялись они килл в килл, но бита продолжается. Замедление идет от Янка. Капс просто ставит стенку, никого не пускает. Сейчас от Рокса ульта закончится, и они не смогут воевать. Evil Genius им просто нечем будет воевать. У Картуса нет ульты, Самир ждет, кто будет делать инициацию, а Наутилуса нет. Импакт без хп тоже не полезет. Скорее всего, они просто заберут. Хотя, как-то поджимают. Кто забрал? Ну, раз Inspired не поднимает, значит, Янка забрал. Янка этот объект сделал. Надо его теперь как-то забрать назад. Капс как-то... У него стука маны, а он так редко кидал, заклинали. Вот сейчас поймали Джи-Джи-Пина, притянули, убили, тут появляется уже Вулкан, а Гвен все еще не может прибежать. У нее там ТП ух, ух, уходит в сторону. Ну, Флакет поднял таки Геральтку, да, команда G2. В итоге что получается? Они убили двух игроков, забрали Геральтку, да? По-моему, да, именно так у нас все закончилось. Ну, потеряли одного. Одного бойца, это Broken Blade, да. Ой, Таргамаса ловит. Ну, вот он и выжил, смотри, ноутилус не смог его остановить. Афтершок как раз сработал, прикрыл от всего каста его. Пускался вниз, ну, да, логичная точка, через Трайбуш пробегаешь. Может, ему надо было в Трайбуше ловушку устроить? Это было бы более выгодно. А так, слишком близко они дали ему подойти. Вот, не дали ему близко подойти. Видите, он раньше хуканул. Надо было подольше подождать. Они бы его убили здесь, да. Ошибка, ошибка. Надо было дальше подойти, позволить Таргамасу, тогда бы они его зацепили и убили. Ладно, перемотаем немножко. Чего у нас тут дальше? Дракона забирает команда G2. И вот, Джениссы застряли там на топе, потому что боялись, что Геральтку Флакет вызовет, и они выдержали там оставаться и останавливать его потенциальный вызов Геральтке, чтобы он себе в соло золото не заработал. А в итоге команда G2 этим воспользовалась и просто забрала объект. 2000 перевес по золоту имеется. Здесь у нас что? Берюкин Блейд, Делейтолин, и рядом Капс, Ромиш и Анивиа. Против Райза даже так можно играть, понимаете? И еще и Ромиш и Анивиа, и еще и впереди по фармам. В общем, Райз Дифференс. Капс, две игры подряд доминирует мидлейнеров оппонентов. Правда, ему обе игры везет. В одной игре против него пикут Йона, когда он на Азое, в этой игре против него Райз он пикает Анивиа. Геральтка вызывает флаки, но она какая-то плохая. Пластины только снимет. Успеет, надеюсь? Да, успевает. Бэун. Ну, такая себе. Он не смог на топе найти вызов ее, поэтому сюда вызвал. Капс, тем временем, по боту неплохо тоже побил вышку. И получается, у Капса сейчас 6100, у Инспайрда больше всего табличка из доты, да? Три игрока команды G2 лидируют по золоту, а у них у команды Вилджинис только лесник по золоту держится неплохо. При этом Янкос от него не отстает. Вот она и проблема. И как дальше бороться с этим, не ясно. Минус 3000. Лучше, чем даже против ордеров идет. потому что Фьора здесь нет, которая 0-3. Скажем прямо, Фьора не 0-3, а теперь Гвен 1-1. Хотя тоже отдался так себе на ровном месте. Капс компонент по линии в отцы годится, неудивительно. Воу, воу, Капс старый. В каком месте Капс старый? Вот фейкеры еще, ладно, Капс вообще один из молодых игроков. Конечно, не 18-летний пацанчик, но слишком на боте. Ну ладно, эта игра, я думаю, заслуживает только перемоток. Здесь ждем какого-нибудь тимфайта веселого. Потому что по макро команда G2 явно не проиграет Evil Genius' потому что американская лига вообще не славится макро. Они славятся неплохой механикой. Не буду это отрицать. Механика у них неплохая. Неплохие соло-линии. Ну, в данной игре это не отразилось. Джо Джо Пин очень плохо отыграл. Но макро это не их конек был всегда. Так что они здесь будут по этой позиции много отдавать денег. Старенький его из садика уже выгоняют. Пошла ульта опять Картуса. Но это кто не в курсе эти ульты хотя это ульта с целью с Broken Blade с битщит чтобы его сейчас за товар давить. Интересная тема. Но вообще эти ульты для First Strike чтобы зарабатывать деньги. И Inspired с правильными предметами играет. Убили Гвен. Гвен потому что тратила свою W на то чтобы защититься от ульты Картуса. Не дать ему дополнительные деньги. Но такое. Спайр там старается изо всех сил синий баф украсть. Но в итоге синий достается капсу. И Анивея получит час адовый баф синим бафом. Потому что ну кто не в курсе Анивея постоянно спамит заклинания. И чем больше у него маны будет тем лучше для нее. Раньше вообще Анивею невозможно было играть если синий баф не отдавал тебе лесник. Серьезно. там матч можно было сразу выходить. Сейчас А че Таргамас не пошел? Они не видят разве остальных? Аниатрокса не видят и Картуса тоже не видят. Там мне просто показалось очень хороший товар дайв здесь. Вышка уже умерла. Таргамас мог выскочить с флэшом. Прописать стан по двум игрокам. И ну как минимум минус флэши были бы. Минус флэши по оппонентам. Спасибо там за подписки на Трова которые происходят. Пассивная игра со стороны Evil Genius они вообще ни на что не пытаются реагировать. Ордеры как-то вроде даже пактивнее играли. Капс на 5 лет позже чем фейкер начал играть. Капс по-моему с 2015 играет. Ну и на простейне можно сказать с 2016 потому что с 2015 он еще не был в прогеймерской команде. Героятку вызвала Evil Genius на мидлейн. Вторую они все же смогли забрать но она тут же умирает. Вообще ничего не достается мне. Но это отвратительно. Ну в защиту команды Evil Genius скажу что с таким драфтом ни одна бы команда не выиграла. Здесь вопросы к тренеру должен быть если у вас есть такой картус лесной и вы хотите опять играть этого карту лесного то какая к черту Самир с Наутилусом? Ой это на шор что ли? Погодите. Да вардов нет а как без обзора оказалось? Таргамас все выбил Таргамас пробежал говорит здесь ни хрена нет полностью полный контроль карты я вам создал. И они просто перепрыгивают за счет Аниви забирать на шора Зерри тоже с пассивкой своей и начинает банально убивать Аниви просто нажала ульту и не отменяет ее и там будет число почти 10 тысяч урона от нее Таргамас имитирует что якобы команда сейчас сюда подойдет на мид просветка идет но слишком поздно Райз дает ульту успел ли? Успел кстати залететь но смайт не успел нажать Янкс выигрывает смайт войну ну и вопрос сколько игроков потеряет команда G2 на этой битве но в итоге они пока только разменялись килл в килл ульта карту чуть-чуть их побить и все все игроки команды G2 сваливают килл в килл и на шор баф в кармане команды G2 да ой а это что такое а это мы варды сверху не ставим вулкан как дела почему вулкан вообще нинжи тапки я только сейчас заметил ребят хрен он с нинжи тапками играет то есть погоди ты подошел а у у него не было вардов потому что он все потратил они хотели дракона этого как-то украсть но у них игроки на бэке оппоненты с фаст рекола что они еще делают сейчас я понимаете процесс мышления идет первое что меня сбило с толку у вас нет варда сверху сразу задаюсь вопросом смотрю на вулканы вижу у него нинжи тапки какого хрена когда тебе нужны в этой вообще здесь делать такой а ну дракона они же хотят забрать дракона но оппоненты быстрее среколились а потом вижу у вас же еще и карту смертную что вы вообще тут делаете у меня просто уже эмоций не хватает на дебилизм некоторых команд что это такое что они здесь делают в итоге им повезло что они не умерли сразу импакт прилетел на тп райс прилетел на тп битву 4 в 4 пытается провести теряет импакта ну и все как бы минус дани сейчас будет еще финальный ол-ин свой крабик только чуть побил и все показатель обзора посмотри ты про карту сыграй сыграет с этим голдером не голдера выбиванием вардов предметами всегда забываю его название это абузерская тема но вполне нормальная да с гвена ниви зерри пайком мерки вообще идеально заходили здесь ну либо ромящие ботинки желтые как обычно просто чтобы быстрее бегать а он зачем-то нинжетапки собирает против одного грейвса что ли ну там зерри да ну ты с зерри вряд ли будешь воевать она в конце игры тебя либо будет убивать либо ты просто дашь по ней контроль а грейвс да он тебе может прокастом там сильно дамажит но для этого у тебя вроде как локи должен быть в общем странная игра ну поплыли скорее всего этот момент они просто поплыли они отдали наш ора так и не поняли как это произошло началась просто ситуация надо что-то делать в ответ давайте забираем хоть что-то и это хоть что-то приводит к тому что становится ситуация еще хуже ну а Самира должна к тренеру обратиться ну точнее Даня должен к тренеру обратиться и спросить тренер а можно мы возьмем Джарвана а или Поппи и этот чемпион будет просто бегать к нам на ботлайн по КД можно а не Картуса с ультой сколько денег давайте за инспартом последним сколько денег он заработает или нам не будет показывать плюс финансы нам не показывают плюс финансы но прибавилась плюс одна только полоска в золоте сверху то есть где-то 120 наверное урвал какая-то там глефа да 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 глефа чего-то там финальный оленд и джиннисов когда Атрокс пытается сломать базу погодите а почему кто-то атрокс сломал первую вышку гвен должна сейчас идти на рекол она не рекол литв здесь начинается инициация гвен остается ее кто-то перекидывает и атрокс сейчас ингип сломает у Атрокса же бортолом как бы с халлбрейкером этим за халлбрейкет да брокенблейда просто не отпускает теперь уже его начинает убивать и убьют потому что остальные игроки пытаются реколиться чтобы не дать от рекол сломать и они не реколятся они говорят мы тоже будем ломать ингибитор ладно g2 по-моему поняли что какую-то хрень сделали ой что импакт молодец изи забран ингибитор правда его скорее всего убьют за это да спайрт пытался капса остановить не получилось а импакт через стенку пройдет а там еще ульта у него есть он еще ускорится под ультой все его здесь уже джо пин встречает джо пин встречаем а джо пин он как бы вообще я сам по себе ягц перепрыгивает импакт перепрыгивает другую сторону ульта ну все нечем нечем зацепить ягц замедление уже выдал свое забавно он сломал ингибитор и смог оттуда уйти живым правда они все проигрывают 6000 и по факту убитый этот ингибитор это просто фарм для брокен блейда у него тп откатилась так что в чем смысл лес карту софер страйк брать я так понимаю когда это в солуку ну так это чисто из солуку такое бывало у нас в чемпионатах это не первый чемпион которого из солуку притаскивают на профсцену и мол в солуку это сработало значит здесь сработает потому что в солуку даже на профсцене это ну то есть там где играют высокого уровня игроки тоже это срабатывает тонна денег у тебя быстрый рабодон постоянный каст ульты постоянная нехватка здоровья вот это вот давление давление а потом в конце игры ты смотришь а ты уже ничего сделать не можешь ему аман здесь просветочка бегает джи пина поймает ловит прокаст тут себя прикрывает и ульта грейвса тоже для проверки залетела так сказать он до последний на 36 секунд до него наверх импакт пытается брокенблейда ворваться тот решает кстати не воевать мог даже повоевать сатроксом даже учитывая что там есть холлбрейкер но хороший предмет есть у брокенблейда к нашору идут эволджинис слушайте а это какой-то это какой-то вирус распространяет команда джи два я просто я не знаю что сейчас произойдет но я догадываюсь они сейчас стартанут на шору их просто анивия убьет кто-нибудь расскажите командам которые играют против команды джи два что на шора надо рашить когда вы что-то сделали а если вы ничего не сделали вы не заберете его тем более с картусом они реально они сейчас просто на шору будут стартать а картуса ульта там в банши в щиток ну только в трех игроков попал и они стартуют его интересно сейчас просто анивия подойдет и скажет а ну им повезло что она не успела подойти анивия еще стенку на свою команду поставила кстати но это скорее всего стенка была на потенциальный хук флэш-хук от наутилуса от капса ну то есть просто кто не в курсе если они туда зайдут в этот на шорпит они их перекроют и сверху ульту даст и все она может перекрыть и дать сверху ульту все ну он здесь просто решил дать ульту почему он не перекрывает их это же легко делается сприть капс он уже два раза мне кажется мог перекрыть их ну ладно а янка с тем временем забирает душу дракона для них да ну хотя бы его джинсы не отдались как ордер наношали ситуация схожая факта вырывается тискать там удачи флакета убить хотя там же кайт будет как отрок забыть убивать его сейчас никогда все забыть никак просто никак не будет убивать он ворвется и такой блин что-то как-то зари дает замедление по мне и бьет автоатаками ооо тут капса хотят поймать я бы даже не знал что его хотели поймать и те кто хотели его поймать передумали уже не хотят еще кого-то хотят поймать команда g2 просто стартует на шоу и вы просто приколить на шарба в команда джита ладно можно перематывать это приматить финальный пуш будет финальный пуш которым ничего не происходит просто ломка вышки с ингибитора на медлене но это вообще как-то без зуба ордеры это более зубаста сыграли у них хотя бы был план они его придерживались здесь кроме карты с ульты с правильным по крайней мере предметом больше мы ничего с вами не увидели ну ладно мы увидели импакта сплит пушище о карту с ульта еще 1 много дэмэджи кстати вот бы они не отставали миллиард золота к этому моменту и душу дракона но чтобы не отставать нужно чтобы возможно мид лейнер был они райс и возможно чтобы самиры не было да был какой-нибудь другой чемпион тоже сами-то тоже ничего не сделал ясно ясно того получается команда g2 делает 20 за сегодняшний день на чемпионате мс и ордеры 01 соответственно в джиннисе 01 и у нас остался последний игровой этап это посмотреть группу где играет команда royal never give up писи джи телен или талон команды истамбул и истамбуль wild cats и ред конец колонга по моему если правильно помню них там еще спонсор здесь у нас титан знаменитый играет соегисом они уже были на одном из чемпионатов у истамбульских котиков неожиданно не приехала ни одного корейца ни одного европейца все приехали местные турки у рояльцев только китайцы всегда кто не в курсе это чуть ли не госкоманда местный крау крауды они ураера сипом за всю историю только тайванец один был все остальное всегда были только китайцы они в таком духе играют и пассажир талоны здесь у них есть два корейца джухан и бай бай играл уже в предыдущем году унифай да вы наверно помните кайвинга и ханаби но это увидите в следующем видео а на этом ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать